приветствую тебя ферма пила в ущелье ферма пилы отряд отважных спартанцев вместе с греками долго удерживал огромное войско ксеркса персидского царя как закончишь отыщи меня снова а Даже спустя годы Дарий с яростью вспоминал унизительный разгром персов в марафонской битве. И после смерти Дария его сын Ксеркс не оставил попыток отомстить грекам. Как выразился Исхилл, он привел с собой весь Азии цвет. Между тем, лазутчики греков принесли весть об огромном войске Ксеркса. После этого греки стали решать, где лучше держать оборону. После долгих споров выбор пал на фермопилы. Этот единственный проход между горами и морем был достаточно узким, чтобы греки могли сдерживать целую армию персов. Пролив у мыса Артемисий позволял флоту греков делать то же самое на море. Пять тысяч пелопонесских греков разбили лагерь за стеной перекрывающей фермопилы, чье название значит «теплые врата». Возглавлял войско Леонид, царь Спарты, гордившийся тем, что, предположительно, был прямым потомком Геракла. С ним был отряд самых лучших воинов, позднее вошедших в историю как прославленные 300 спартанцев. Персы вторглись в Грецию летом 480 года до нашей эры. А еще раньше туда дошли слухи об их силе и численности. Говорили, что персы съедают по 6000 тонн зерна каждый день и выпивают все реки и ручьи на пути, утоляя свою вечную жажду. На пути к фермопилам персы не встретили сопротивления и даже набрали новых воинов из греческих городов и областей, например, из Фракии. Согласно Геродоту, в итоге персидский флот насчитывал 1207 кораблей, на которых было примерно 240 тысяч человек. По его же подсчетам, в сухопутном войске было более миллиона воинов. Силы же греков в фермопилах были во много раз меньше. Ксеркс думал, что при виде его огромной армии греки в страхе бросятся бежать с поля боя. Но они собрали совет. Пелопонесские воины хотели вернуться на Каримский перешейк и встретить персов там. Леонид же считал, что будет разумнее остаться в фермопилах. Пока греки держали совет, Ксеркс отправил лазутчика в лагерь неприятеля. Он принес Ксерксу удивительную весть. Греки и не думали бежать. А спартанцы и вовсе занимались гимнастикой и расчесывали волосы, дожидаясь нападения персов. Чтобы устрашить греков, Ксеркс выждал еще четыре дня и лишь на пятый атаковал. Персы встретили яростное сопротивление и понесли тяжкие потери. Так что Ксеркс по Геродоту трижды вскакивал с трона в страхе за свое войско. На следующий день персам пришлось ничуть не легче. А греки все так же твердо защищали свои позиции. Казалось, греки будут вечно удерживать персов в фермопилах. Но вдруг к царю явился местный житель и поведал кое-что любопытное. Он рассказал персам о горной дороге, что вела в обход фермопил. Персидских воинов послали проверить эти сведения. Хотя этот путь охраняли греческие воины, они бежали в страхе, завидев персов. Вот так, на третий день битвы, греки оказались окружены врагами. Перси теперь встали с обоих концов фермопил. И у войска греков осталось только две возможности. Отступить и спастись, или биться до последнего вздоха. Большинство отступило. Но часть войска осталось, в том числе Леонид и его 300 спартанцев. Для спартанца погибнуть в честном бою было величайшей честью из возможных. Те немногие воины Леонида, что не приняли последний бой при фермопилах, позже поняли, что упустили шанс погибнуть с честью, и либо покончили с собой, либо всю свою жизнь терпели насмешки и презрения сограждан. Но спартанцы так добились не только за славу. Если бы они не сдержали персов, вражеская конница перебила бы отступающее войско греков. Утром третьего дня царь Ксеркс заранее праздновал свою победу. Однако она далась ему нелегко. Царь Леонид пал в битве. Из-за его тела разгорелась жестокая схватка. Спартанцы белись до последнего. А когда они все погибли, тело Леонида принесли Ксерксу. Согласно Геродоту, у персов более всего в почете доблестные воины, даже если речь о неприятеле. Но Ксеркс был так разъярен сопротивлением спартанцев, что вместо почестей он приказал отрубить голову Леонида и насадить ее на кол. Позже на холме, где спартанцы приняли последний бой, воздвигли статую льва в память о мужестве Леонида. Битва при Фермопилах завершилась победой персов, но пошатнула их боевой дух. Погибли тысячи персов, тогда как потери греков исчислялись лишь сотнями. И к тому же, благодаря спартанцам, остальные греческие войска смогли отступить и перестроиться. Поэтому даже когда Ксеркс встал лагерем у подножия Афинского Акрополя, готовясь отомстить за поражение отца при марафоне, персы были скорее встревожены. Теперь они знали, что греки их не страшатся и готовы защищаться до последнего. При Фермопилах греки все же потерпели поражение. Но жестокий бой поднял их боевой дух. И греки давали персам яростный отпор вплоть до решающей победы при Платеях в 479 году до нашей эры. Окончательно изгнав персов, греки воздали дань памяти царю Леониду и его спартанцам, воздвигая памятники и слагая поэмы, навеки прославив боевое искусство и мужество воинов Спарты. Новообретенное уважение стоит особого упоминания, так как до войны спартанцев считали лишь кучкой задир, сующих нос в чужие дела. Битва при Фермопилах изменила мнение о Спарте и дала ей право считаться одним из самых сильных и влиятельных городов Греции. Ты снова здесь. Ты понимаешь, как много значило жертва тех, кто пал при Фермопилах. Если бы не они, от Греции осталась бы лишь заметка на полях персидских летописей. Чем займёмся теперь? До встречи, сторонница. Ты снова здесь. Ты понимаешь, как много есть, чем займ... Я восхищен.